Два Чебоксарских дома долгостроя, которые получат федеральную поддержку, планируют достроить за один год. Об этом заявил профильный министр Алексей Грещенко, отчитываясь перед главой республики. Напомню, завершить возведение проблемных объектов стало возможным после того, как в Москве подписали соглашение о финансировании строительства между Республиканским фондом защиты прав дольщиков и Федеральным фондом защиты прав граждан участников долевого строительства. Общая сумма, которая выделят из федеральной казны на эти цели – 380 миллионов 600 тысяч рублей. Заявку на предоставление финансовой помощи республика подала по инициативе Михаила Игнатьева в числе первых. Мы не стареем в стороне, не наблюдаем. На самом деле, по тем принятым решениям на федеральном уровне, уже мы представили соответствующую аргументацию для того, чтобы, подбирая уже другие подрядные организации, предприниматели, которые занимаются строительным бизнесом, завершить, ввести эти объекты в эксплуатацию и, соответственно, разрешить эту возникшую социальную напряженность. Федеральная финансовая помощь будет предоставляться частями после приемки строительно-монтажных работ на площадках. Недостроенные объекты находятся по адресам Гражданская, 6 и Калинина, 83. Это жилые дома компании «Победа» и «Каратонстрой». Сроки завершения, еще раз, от остатка в работ, но мы видим, что это должно быть не более года. То есть это до конца года, с учетом решения арбитражных судового перехода, мы должны эти объекты завершить. Начатая работа продолжится и в отношении других объектов строительства. На сегодня в Чувашии официально проблемными признаны еще пять многоквартирных домов.